Интерактивный проект прогулки по городу набирает обороты. На этот раз в роли экскурсовода Людмила Павловская, корреспондент газеты «Рабочий край». В субботу она вместе со своими слушателями прошлась по улицам Смирнова, Постаршего, Московской. Дело в том, что недавно Людмила написала большую статью про наличники ивановских окон. Частный сектор, расположенный в пяти минутах от центра, оказался настоящей кладезью неизученных знаков и символов из прошлого. Перед участниками прогулки предстала деревянная Иваново с его старенькими домами и такими непохожими друг на друга окнами. В современных сооружениях наличников уже практически нет. Раньше же это был обязательный атрибут. Наличники защищали торца окна от ветра и снега, а хозяев жилья от нечисти и дурного глаза. Их можно четко разделить на три части. То есть верхняя часть наличников – это небо и все, что с ним связано. То есть солнце, звезды, облака, в которых собрана вода. Нижняя часть – это земля, земная твердь, поле, которое засеяно семенами. Ну и, соответственно, все, что между ними – это мир людей, животных. Здесь мы увидим символику дождя, которая орошает землю. Изображение солнца, птиц, растений, дождя – чего только не увидишь на наличниках ивановских окон. При большом желании можно рассмотреть даже женскую грудь. Есть такие, как полукруги, такие вот небольшие, вот как орнамент вроде с точками. Вот все такие полукруги, квадратики – это все символика неба, где собрана дождь. А вот полукруги именно – это такой еще образ женской груди, который вот дает жизнь, молоко. То есть это вот переплетается здесь как бы облака и достаточно интересно. С каждой прогулкой проект получает все больше отклик у горожан. Школьников приводят организованно, а вот у пожилых слушателей работает сарафанное радио. Мне соседка сообщила, позвонила и сказала, что будет такая экскурсия. Я сегодня утром залезла в интернет, посмотрела действительно так, но там было написано, что будет Московская улица. И нам очень хотелось по Московской, потому что мы жители Московской улицы. И как раз вот наши-то дома с наличниками очень красивыми. И мы думали, что нам будут рассказывать вот о наших домах, а нас привели вот на Пророкова. Стоит отметить, что впервые экскурсию проводил не специалист в области истории или краеведения, а сам обычный журналист, который изучил тему самостоятельно и пожелал поделиться знаниями с окружающими. В принципе, очень высокий уровень лектора, знаний лектора. Очень интересные, необычные прогулки именно по истории наличников города. Мне кажется, очень интересные. Следующая, уже шестая по счету прогулка, намечена на конец октября. Кто ее проведет и какой будет тема, пока не решено. В Департаменте культуры и культурного наследия в данный момент очень много интересных заявок и есть из чего выбрать. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Продолжение следует...